Ну, по крайней мере, есть кого награждать золотой малиной. Всем привет, меня зовут Виктор, и сегодня на WatchMojo Россия мы расскажем вам о 10 лучших... Хм, купились. О 10 худших фильмах десятилетия. В этом списке мы рассмотрим фильмы, вышедшие между 2010 и 2019, которые достигли дна. А некоторые даже пробили это дно. В любом случае, предупреждаем, что далее будут спойлеры. Прежде чем перейдем к списку, вы можете поддержать меня и подписаться на мой твич-канал, ссылка на него есть в описании. Жду вас на своих стримах. Ладно, давайте же пройдемся по этим убожествам. Номер 10. Хоумс и Латсон. После Рикки Бобби, Король Дороги и Сводных Братьев, мы все ждали следующей коллаборации Уилла Феррелла и Джона Рейли, чтобы хорошенько посмеяться. Но единственной загадкой в Хоумс и Ватсон стало то, как такое количество талантливых комиков смогло сделать настолько бездарную и даже беспомощную комедию. По сути, фильм снят по той же формуле, что и другие фильмы Уилла Феррелла. Эгоистичный дурак должен понять ценности, скромности и дружба. Однако этот фильм напрочь лишен какого-либо шарма, юмора или стараний. Они действительно рассчитывали, что в 2018 году люди будут смеяться с накладых усов, шуток про Титаник и женщин-докторов. И то, что Сони даже не смогла продать эту халтуру на Нетфликс, уже о многом говорит. Номер 9. Готти Поздравляем, Джон Траволт, а ты сделал свой самый глупый фильм со времен Поля Битвы Земля. Сценарий здесь такой, что складывается впечатление, что его написала нейросеть, которая проанализировала все стереотипы об итальянцах в США и клише о гангстерах. Ты должен встать в эту халтуру, пожалуйста. Без тебя из твоего ряда. Пойдем. В Готти, по сути, есть все, что должно быть в фильмах про мафию, но в нем нет ничего человеческого. Когда фильм заканчивается, что мы в итоге узнаем о Джоне Готти? Ну, он был главарем мафии, у него была семья, он много матерился, вот и все. Тут нет и намека на то, почему Готти был такой интересной фигурой. Еще сильнее обескураживает саундтрек фильма, в котором есть множество музыкальных наработок Пит Буля и главная тема из фильма «Шафт». Номер восемь. Баки Ларсон, рожденный быть звездой. Думаю, можно смело сказать, что Ник Свордсон был Робом Шнайдером этого десятилетия. В смысле, парнем, который частенько появляется в фильмах Адама Сэндлера. Однако, если у Шнайдера была парочка звездных проектов, то Свордсону дали один шанс доказать, что он может вытянуть на себе весь фильм. Если Баки Ларсон что-то и доказывает, так только то, что Свордсон не был рожден стать звездой. Фильм рассказывает о болвании с торчащими, как у кролика, зубами, который узнает, что его родители были звездами фильмов для взрослых, после чего решает начать собственный путь к славе. По сути, это капитан оргазма для бедных, хотя и сам капитан — это тот еще трэш. Добавьте туда Поли Шора, и получится фильм, который даже не пытались сделать качественным. Эй, мау, я получил твой пейпер. Ты можешь оставить твой пейпер на каунтер. В 1914 году Уинзор Маккей показал миру свой короткий мультфильм «Динозавр Герти», тем самым запустив новую форму искусства в массы. 103 года спустя эту форму искусства использовали, чтобы превратить сэра Патрика Стюарта в говорящую какашку. Маккей бы нами так гордился. Эмоджи-фильм даже не выглядит как настоящий мультик, скорее как сатира. Только вдумайтесь, если бы они наняли более интересных сценаристов, это могла бы быть просто отличная сатира на продакт-плейсмент и отсутствие новых идей у Голливуда. Этот фильм об обществе, живущем в телефоне, не более чем полнометражная реклама. Как вам подскажет Rotten Tomatoes, этот проект можно описать одним эмоджи, с запрещающим знаком. Номер 6. Оставленные. Из-за того, что есть серия религиозных книг, с которой все началось, мнение людей сложилось неоднозначно. Но все согласятся, что эта экранизация никогда не должна была видеть свет. Добавляя новые грани в жанр катастрофы, оставленный это не просто плохой фильм, это скучный фильм. А это, на наш взгляд, хуже всего. Когда действия фильма разворачиваются вокруг Вознесения, а главную роль им играет Николас Кейдж, он должен получиться плохим, но хотя бы веселым. Те, кто пошли в кино, ожидая нового плетеного человека, были крайне не заочарованы, ведь оставленный это пресный, неинтересный и скучный фильм. Так что даже ироничным зрителям он не понравился. Не думали, что скажем такое, но верните Кирка Кэмерона. Номер пять. Лакиша. Лакиша — это история о белом мужчине, который не может устроиться на работу на радио. Так что он притворяется дерзкой черной женщиной, чтобы получить эфирное время. Ага. Ведь мы все знаем, как трудно устроиться на работу белому мужчине и какие безграничные возможности открыт перед чернокожими женщинами. Серьезно, как можно сделать такое кино в современном мире? И ладно, если бы его специально задумали безвкусным, но фильм старается серьезно подойти к темам вроде культурной идентичности, гендерного неравенства и самоубийства. И что еще хуже, главный герой показан мудрым, вежливым и добрым человеком, который знает ответы на все вопросы. Сценарист, продюсер, режиссер и актер Джереми Севелл сделал современный эквивалент своего в доску. Номер 4. Муви 43. Творение Питера Форелли, который по иронии через пять лет получит Оскар за лучший фильм, должно было быть смесью солянки по-кентукски и веселись или сдохни. Вместо этого получился гражданин Кейн от плохих фильмов, как сказал Ричард Роппер. Этот фильм-онтология состоит из нескольких скетчей. В его создании было задействовано множество талантливых актеров и режиссеров. В трейлере нам показывали сцену, где Кейт Уинслет идет на свидание с Хью Джекманом, у которого уникальное образование на шее. Потом мы видим еще больше звезд, которые согласились сниматься в этом фильме, которым им все же удалось пару раз рассмешить. Однако кринжа было куда больше. Попробуйте найти другой фильм десятилетия, который спустил столько талантов в унитаз. Номер 3. Серия фильмов 50 оттенков серого. Учитывая, насколько вычурные книги написала Эрика Джеймс, экранизации могли бы получиться такими плохими, что даже хорошими, как вышло «Шоу Гэллз». Однако убрав смехотворное закадровое повествование «Настойший стил», создатели оставили лишь ванильную романтическую драму, в которой даже нет того эротизма, который нам обещали в трейлере. Если так подумать, то в фильмах и БДСМ особо нет. Вместо этого большая часть хронометража посвящена красивым людям, катающимся на роскошных тачках, яхтах, частных самолетах и прочим радостям жизни одного процента. А когда начинаются постельные сцены, то все довольно скромно. И все это приводит к, возможно, самой тупой концовке десятилетия, в которой Анна и Кристиан живут долго и счастливо. Эммм, что? Дюо номер два «Такие разные близнецы». Мы рады, что Адам Сэндлер закончил десятилетие достойное Оскара ролью в «Неограненных драгоценностях», потому что начал он его с роли в фильме «Такие разные близнецы», который получил «Золотую малину». На самом деле, даже две малины – за роль рекламщика Джека и его небызносимую сестру Джилл. Этот фильм даже мудрился получить «Золотую малину» в каждой категории. Беспрецедентное достижение. Даже в «Десятилете», в котором были «Пиксели», «Одноклассники 2», «Такие разные близнецы» – это главное достижение Адама Сэндлера в ленивом антиюморе. Аль Пачино лучше нас, сказал в конце фильма, приказывая Джеку. В контексте фильма он говорит о рекламе, но то же самое можно сказать и о самом фильме. Я дам несколько подсказок, посмотрим, сможете ли вы угадать, что за фильм у нас на первом месте. Это адаптация всеми любимой интеллектуальной собственности. Его обвинили в отбеливании персонажей, и в нем даже неправильно произносятся некоторые имена персонажей. Ладно, давайте пройдемся по недостойным упоминаниям и потом посмотрим, угадали ли вы. Напишите в комментариях. Почему мы нужны имя? Потому что мы сейчас команда, и есть четыре из нас, поэтому мы должны иметь имя. Но я напомню вам, все, мы будем играть по моему руку. Прежде чем мы продолжим, не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления, чтобы не пропускать новые видео. Вы можете включить все или только некоторые уведомления. Зайдите в настройках, чтобы включить оповещение на телефоне. Номер один. Повелитель стихий. Последний Повелитель стихий оправдал свое название, хоть и не так, как рассчитывал режиссер M. Night Shyamalan. Он рассчитывал, что с этого фильма начнется его эпичная голливудская трилогия. Однако из-за скомканного сюжета, деревянной игры, искусственных спецэффектов, неестественных диалогов и обвинений в отверивании персонажей, сиквел фильма так и не вышел. Однако не расстраивайтесь, ведь уже существует эпическая трилогия три сезона оригинального сериала, который и вдохновил это кинематографическое убожество. И на самом деле именно контраст между гениальным оригинальным сериалом и этим фильмом бесит фанатов сильнее всего. Ужасный фильм — это одно, но вот ужасный фильм, основанный на отличном источнике, — это позор. Разве не в этом десятилетии мы посмотрели «Темную башню»? Это был ужасный фильм. Ладно, несмотря на отсутствие «Темного Макконахи», это все равно довольно честный список. А как вы считаете, какой для вас самый плохой фильм десятилетия? Пишите свое мнение в комментариях. Не забывайте ставить лайки, подписываться и посмотрите другие видео на WatchModjo.Russia. Субтитры создавал DimaTorzok